здорово мужики ну как готовы меня слушать теперь уже конкретно по делу конкретно с результатами все все очень серьезно все по взрослому у нас сейчас будет представляю вашему обзору готовые бритвки которые вам еще все время показывал заготовках даже вчера еще показывал заготовках то есть я вчера после того как снял видео я там еще поработал всего не доделал и вас в остальной весь день занимался заточкой можно сказать то есть описать заточку одним словом кайфанул я реально кайфанул затачивая эти бритвы те кто затачивает меня поймут что это такое что это как это вообще что такое кайфанул это это что-то с чем-то просто вот знаете после этого хочется сказать я буду делать только такие клины и больше ничего делать не буду ну и там 100 процентов 75 процентов только только клины блин какой-то кайф ребята ну то что у меня получилось метод я принципе их заточил бы как и все так среди кого то есть там со словами мне некогда там и так далее но мне тут позвонил один человек который заказал бритву недавно из уфы и блин он мне по телефону говорит бритву бреет но как-то вроде жестковато туда-сюда а я ему такое говорю блин на ремешке надо покатать с пастой блин в общем это цепануло я решил сегодня полностью все дела отбросить и заняться только чисто заточкой чтобы потом вот не такие вот стадобушные такие вот моменты чтобы как бы просто пропускать мимо и чтобы их просто вообще не было поэтому бритвы я заточил так что они ну волос рубят это просто ничего интересного они даже его как-то нехоти рубят они его распускают надвое вот это они делают хорошо все бритвы заточил шурупами отметил то есть я потом забуду может быть вы вспомните может быть видео посмотрите то есть вот напротив этой бритвы стоит первый шуруп и напротив третий стоит шуруп что это означает это означает что эти бритвы были с подводом то есть на словах на жаргоне заточников подвод подвод что это такое когда бритва заточена все хорошо бы вроде бы там но хочется болейшей остроты и чуть-чуть там на какие-то там полградуса меняется угол в самом конце просто и прикатывается именно вот так вот с более большим углом но он практически такой же но он все-таки есть от разницы и вот это называется подвод ну что ж давайте по порядку готовить себя терпеть сейчас буду все четко по порядку рассказывать что и как берем первые бритвы к клин оправа g10 клинышек вот так вот захотелось мне это то ли клен то ли корелка стабилизированная не помню по моему корейская корейская береза стабилизированная все клёпочки все полированные все как положено сегодня видео будет в другом качестве то есть поэтому более качественно все будете смотреть обзор будет такой более полноценными я игорь научил спасибо игорёха научил мне пользоваться youtube и программкой склеивающее видео кромочку видите это самая большая кромка и всех вот этих вот всего ряда как игорь скажется из весенней коллекции из 2 весенней коллекции слова коллекции конечно меня да вот здесь кромку и и все-таки видно если присмотреться так прям на отблеск как-то так то она тут все-таки есть и заточена с подводом почему так получилось объясняю почему кромка почему она есть почему ее даже видно потому что во время шлифовки я именно на этом клинке не вышел на кромку то есть он говорил что все клины шикарные клины только у меня которые клины имею ввиду там нету нет вот этой вот тонкой полосочки которые нужно затачивать нет это тоже как 100 процентный клин в ноль сведено то есть в кромку а вот у этой бритвки вот в этом месте середки не было кромки чуть-чуть там вот если на сильном свете смотрел так с торца вот так вот то там было видно какая-то микро полосочка то есть пришлось эту кромку формировать и в итоге получилось вот по всей длине кромка вот надеюсь я вроде понятно объясняю не знаю насколько понятно то есть как вот так вот держите не знаю я вот так брить вот так чуть-чуть ну ладно так по поводу кромки рассказал да но это все я вывел кромочек перед всего там вся полноценная все положено мне не будет стыдно за точку мне не будет стыдно ни за что я вообще балдею от этих вариантов кому попадет любой из этих вариантов обещаю вы будете при каждом бритье то есть ловить кайф и надеюсь вспоминать меня добрым словом как то так так шуруп в общем я тут уже отмечен 2 без подвода то есть просто как вот есть угол изначально при заточке так он и остался при заточке все бритвы с подкладкой вместе вот с этой вот была подкладка изолента последнее без подкладки потом объясню почему это с подкладкой но без подвода то есть угол не менялся до самого конца с самого начала кайф в том это орех я уже говорил американский орех кайф в том что то есть в чем я кайфанул вот во время заточки то что они уже на кромке и понимаете я сначала хотел с 6000 начать а потом что-то как-то так труханул думать дай-ка я кто кромку видит тому бонус на микроскопической просто меньше то есть да нет вот такой же кромки в больше нигде не найдете то есть вот только вот тут она может быть настолько она тончайшая вот в чем кайфанул я сначала думаю да нет блин чё там 6000 надо с 4000 начать и начал четырех одно движение в одну сторону одно в другую все кромка пошла уже вся на месте блин нафига это делаю ну ладно что мне думалось как говорится я сразу на 6000 ну движений по 5 в каждую сторону все в идеале блин это это просто кайф да просто кайф ну таким с легким перевалением так вот так ведешь как говорится и переваливаешься и то также другую сторону это шикардос ребята это просто блин что-то с чем-то я не знаю как попробовать может показать все-таки кромка вон там она вот на отблеск если ее ловить она там она все-таки есть то есть она есть и не может не быть я реально блин сейчас в такой вот таком эйфории в такой вот вот так пускать нет ее не видно и тупо не видно даже на отблеск эту кромку хотя там что-то вроде по мельки ведь но это не кромка это около прикромочная как говорится полоска а самой кромки и и не видать нифига а вот так наверно видно будет очень ладно неважно все ровненько все красиво горизонт выдержан блин я бы я балдею а клинышек из того же ореха американского вещь вещи шуруп то есть означает я специально чтобы потом запамятовать что она тоже была с подводом микро подвод называется это из рога фуруруру кости из белой кости это не рог рог мне не нравится производить он потом скручивается завинчивается есть блин статаба в общем потом это вот корейская береза стабилизированная клинышек захотелось такой вот красоты какой-то весенних цветов так как весна на дворе захотелось что-то красиво они вот просто чопорного какого-то там кромочку тоже вот здесь блестит это значит что прикромочная то есть то что перед кромкой вот вы то что сейчас блеск видите это не за . вот вот тут за . вот вот я чуть-чуть видно а это просто упали ровалась там сейчас вы не видите вот то что блестит это не за . . . как-то так видать в общем это микро подводом вот такое моё детище я реально рад результату я несказанно рад результату это результат прямо всем результатом результат это прям красота в общем чуть-чуть видите не выдержан горизонт но это знаете что я вот смотрел как-то там продают бритвы там тоже клины туда-сюда какие-то там старинные там уже сейчас никто особо не хочет с ними заниматься вообще и там вот так вот она дальше не складывается вау какая она красавица блин ребята вы посмотрите внимательно может и должно надо быть хотя бы вот так чтобы она была красавицей ну там другое там вся красота вот в буквах которые вот тут на эрле там видят эти буквы это там название такое выговаривают язык ломают там туда-сюда нет это не кайф ребята кайф когда вот реально он есть и знаете что вот это за . которая производила она я чувствую вот эту супер твердость вот это вот стали какая супер твердость там 60 60 с половиной единиц вот так вот там она вышла у меня но то есть для бритвы это супер с твердость не зря тряпочку то рядышком положил улапал вот то есть чувствуется при заточке вот это твердость шикарная и как-то одновременно какой-то податливость стали ну не зря же и разрабатывал эту сталь с того года еще умудрялся видите гризон на месте то есть никак вот клины и вот продают вот такие вот это как ворота незакрытые там закрой ворота только лохоз разбежится вот так вот но вот тут тоже вот сейчас видите вот блеск вот этот вот это не кромка заточки это предкромочная вот она сейчас она мне в глаза бросается но можно блеснет все-таки своей красотой вроде вот что-то проявляется но она вместе с этой нет ночи можете гордиться вместе со мной за россию за российские бритвы выполнены в россии хотя у них принципе история изначально по форме не российская но не выполнена россии и поэтому совершенно другие бритвы это не те что вы обычно видите это без подвода без микро подвода это тоже без микро подвода так как нет рядом шурупа все здорово да ну как я еще вот так вот горизонт выдержан кость белая клинок темный ну за . мне кажется это же а нет это около заточки то что идет опять перед заточенной вот так что должно быть видно если может быть там на видео как-то получится это разглядеть то вы может быть даже и увидите просто блестит еще то есть то что перед кромкой находится вот такой вот вариант так что не загораживает все до одною весело строгают на двое волос то есть рубить они не особо хотят ну рубят но как-то так не хоть как-то все это делается вот но вдвое на двое распустить это просто для них это блин нифига честно только не вижу это корейская береза стабилизированная тоже захотелось ярких красок а не сказал что в предыдущий это вот сиреневая древесина которые забыл как она называется этот она самая сейчас я вам лучше покажу а вы может быть вспомните я как-то бритвы из нее делал вот этот из нее клинышки ну и последние наши списки та которую я случайно было самые последние которые затачивал после всех и уже то есть видимо усталость влияло на меня я это изоленту не подложил тоже из того же древесина сейчас я вам показывал клинышек видим как оттеняет красиво не вот просто орех американский а вот с таким вот бордовым клинышком так смотрим клин заточку опять я наверное не сумею показать хотя вон она там проблескивает чуть-чуть где-то 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 и также верхняя кромка этот заточки тоже она настолько микро что ее нифига с ней видно вот то есть эту бритву если там кто-то там задумает потом что-то вроде точить там поправить никаких изолент не нужно она то есть просто плашмя затачивалась и правила так в общем виде вот так то да у нее есть мини косячок который принципе назвать нельзя но он есть сейчас я попробую так вот что-то наладить смотрите видите закрывается о не по центру вот хорошо видно вот но почти по центру почти но не совсем идеально по центру вот это ее и такой как бы легкий минус все давайте я вам боком положу так так ну что ж вроде все рассказал вроде бы все показал о будущем не буду зарекаться что будет то будет пока не вот вообще ничего не скажу просто сам нифигас не знаю ну что ж думаю что обзор на этом закончен сейчас смотрю по сторонам думаю что вам показать что рассказать да нечего в принципе нечего ждите видео с этой же камеры вертушка то есть там которые будут уже для сайта вот и буду снимать в этот раз уже опять же на видеокамеру потому что у него большая глубина резкости вы наверное заметили что предыдущих видео с вертушки видно только видно только вот примерно вот так вот круется вот все хорошо все видно вот так повернулось видно только середку а вот эти вот края они мутные то есть в резкость не падают уже это говорит о том что там объектив макро и у него малая глубина резкости и поэтому не хватает вот это вот ширины вот этого грипп называется он вот у камеры с этим все хорошо вот видеокамеры игорёх еще раз тебе спасибо большущие за подарок твой охрененный прямо вот ну и что ж не буду затягивать по поводу клёпок видео будет прикреплено и на этом все пожалуй встретимся уже у компьютера на сайте вот что у меня еще есть кожа вот эта итальянская светлая на борды буду борды делать не скоро то есть совсем не скоро потому что мне еще там из черной кожи надо борды сделать а потом еще вот из этих тут заново все завести это будет не скоро но уже встречайте на сайте уже висят ремни новые тоже из итальянской кожи корова коричневые подешевле чем вот пример светлой и светлой кожи точно теперь все точно теперь пока всем ну и увидимся как говорится у компьютера встречайте встречайте на сайте все до свидания всего доброго вам до свидания